Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С начальником управления Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, полковником полиции Александром Архиповым. Давайте посмотрим. Продолжение следует... 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 Дорожная сеть и общая система мироразвития. Здесь очень много делается и органами исполнительной власти, и сотрудниками госавтоинспекции, это и Министерство здравоохранения, и Министерство образования, другими заинтересованными министерствами и ведомствами. Здесь, конечно же, мы сегодня видим уже и на территории города Якутска, и на территории Республики. Вообще цель проекта, национальный проект безопасной качественной дороги в рамках федерального проекта Дорожная сеть и регионального проекта Дорожная сеть Это приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети городской агломерации на 85%, ну и, конечно же, на территории местных, региональных дорог на 50%. На нашей республике, раз оно очень большое количество по протяженности дорог, мы планируем привести к реализации данного проекта порядка 40% привести в нормативное состояние дорог. Вы сегодня видите, строятся тротуары, строятся пешеходные переходы, перекрестки, барьерные ограждения, устанавливаются камеры фото-видео фиксации, это устанавливается искусственное освещение и другие мероприятия, которые реализуются на территории республики. Задача федерального проекта безопасности дорожного движения, это еще раз подчеркну, снизить в 2030 году смертность на дорогах в 3,5 раза. И все этот комплексный подход, он, я думаю, что нами пламерно реализовывается, и мы уверены, хоть это и амбициозный проект, но он будет реализован, и мы достигнем определенных показателей. Кроме того, в рамках федерального проекта безопасности дорожного движения вы, наверное, и все жители республики видят, как оснащаются подразделения госавтоинспекции новыми патрульными транспортными средствами, приборами, различными, скажем так, оргтехникой, планшетами и так далее. То есть это все ведет к тому, что упрощает работу и инспекторов, это увеличивает, скажем так, сокращением времени составления административных, оформлением административных процедур. Это дает нам больше времени заниматься профилактикой и объезжать маршруты патрулирования. То есть в рамках вот этого всего мы думаем, что мы выполним те задачи, которые поставлены и президентом Российской Федерации, и правительством Российской Федерации нашей страны. Ну, конечно же, нашими успехами является одним из основных, скажем так, одним из основными успехами это именно то, что уровень правосознания наших граждан меняется. Начиная с перинатальных центров мы сегодня ведем работу по привитию навыков безопасного поведения на дорогах детей, и в том числе и родителей. Это работа с общественными организациями, это работа с журналистами, блогерами, которые нам сегодня помогают. И, конечно же, нашими гражданами, которые остаются неравнодушными к совершению тех или иных правонарушений на дорогах и сами реагируют, вызывая какой-то общественный резонанс, обсуждения в социальных сетях, и, скажем так, очень от всей души и трепетно относятся к именно обеспечению своей жизни и состояниям безопасности на территории республики. Каждый из сотрудников Госавтоинспекции, неважно в каком подразделении он служит, вносит весомый вклад в обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья наших граждан. Отдельное большое спасибо хотелось бы сказать нашим ветеранам, которые создавали эту службу, внесли свой жизненный путь и большой очень вклад в ее создание, привитие определенных традиций и обычай, и которые нам передали этот бесконечный жизненный опыт. Мы его с радостью приняли и стараемся его поддерживать и, сохраняя те традиции, которые были созданы, их продолжать и передавать другим поколениям. Всем сотрудникам Госавтоинспекции, им, семьям, ветеранам, я, конечно же, хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, дальнейшего карьерного роста и достижения поставленных целей. Отдельное поздравление и благодарность хотелось бы сказать и попросить соблюдать наших граждан, правила дорожного движения, пожелать всем безопасных дорог, и это будет самым лучшим подарком для нас, для сотрудников Госавтоинспекции. В день 85-летия со дня основания Госавтоинспекции мы пригласили в нашу студию человека, который посвятил всю свою жизнь службе в этой структуре. С большим удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях председатель Совета ветеранов ГАИ ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия Лев Владимирович Рабинович. Лев Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь поздравляем вас с этой знаменательной датой и желаем вам успехов в дальнейшей вашей службе и помощи ветеранам. Ну что ж, я предлагаю начать наш разговор с историей. Расскажите, пожалуйста, нам, как же начиналась работа Госавтоинспекции и какие этапы вы бы выделили как самые важные? Ну, начало Госавтоинспекции, это, конечно, с ее создания 3 июля, 36-го года, когда было подписано постановление Совета народных комиссаров и был определен порядок и функций Государственной автомобильной инспекции в системе народного комиссариата внутренних дел СССР, где определялся, чем и как должна она заниматься. С развитием автомобилей и пошло развитие уже по всей стране, в том числе и по Якутии. Ну вот сквозь года мы пролетели и дошли, собственно, до нашего региона. А вот как же Госавтоинспекция начинала свою работу в Якутии? Ну, в Якутии с развитием нашей республики родной, значит, становилось с развитием автомобильных перевозок и была необходимость в создании структуры по обеспечению безопасности дорожного движения. Ну, первое, значит, это у нас Алдан в городе Якутске. И было, в общем, небольшое количество, в количестве всего 7 человек, которые обеспечивали безопасность дорожного движения, функции, в которых ходили основной учет, прием квалификационных экзаменов. И, ну, минимальное по возможности, что тогда было, это организация дорожного движения, дорожного надзора. Ну, то есть, действительно, вот развитие Госавтоинспекции напрямую связано вот с развитием промышленности, автоиндустрии, да? И вот говорим о том, что вначале вообще 7 человек. Это на весь город. Это на всю республику. На всю республику 7 человек. Ну, и автомобилей было 1300. Ну, сегодня, конечно, цифры совсем разные. Ну, давайте поговорим о вашей карьере. Вы посвятили, если не ошибаюсь, более 40 лет, да? Да. Более 40 лет службы. Вот как вы пришли в мир, ну, в Госавтоинспекции вообще? Как проходила ваша служба? Вы правильно сказали. Для меня это целый мир. Это связано с моей трудовой деятельностью. Вот 42-й год идет, как я служу в Госавтоинспекции. В общем-то, меня пригласили в 80-м году на работу в ГАИ. Я работал в автотранспортном предприятии. Все это шло поэтапно, как говорится. Сначала образование позволяло. Проводил технический осмотр. В 84-м году перешел на службу в регистрационно-экзаменационную деятельность. И потом, впоследствии возглавил ее и 18 лет руководил этой службой. То есть службу регистрации, приема экзаменов квалификационных и надзора за учебными заведениями. Вот моя служба. Прослужил я календарных... Вот 42-й год уже пошел. Ну, тут небольшой переход у меня, конечно, есть. Я могу объяснить. Может, мои коллеги знают, но кто-то не знает, что у нас есть предельный возраст службы. Я перешел с одной должности в другую. И продолжаю служить. И горжусь этим, что я прослужил. Со мной прослужило большое количество людей и руководителей. И, в общем, я действительно горжусь, что я служу и работаю до сих пор. И объединяясь в данный момент ветеранов, моих коллег бывших, которые ушли на заслуженный отдых, в отставку. И, в общем-то, горжусь этим. Ну, действительно, 42 года службы в одной структуре – это впечатляющие цифры. Ну, мы знаем то, что сейчас вы возглавляете Совет ветеранов. Вот расскажите, какие функции же выполняет вот эта организация? Совет ветеранов у нас значится почти 130 человек. Это офицеры, не только офицеры, сержанты, старшины, которые уволились по выслуге лет, по состоянию здоровья. И мы объединяем организацию, так называемый совет для решения вопросов помощи друг другу, содействия по различным поздравлениям и по плохим, и по хорошим датам, как говорится. И, в общем-то, чтобы обеспечивать преемственность поколений, мы курируем молодых сотрудников, закреплены за школой, закреплены за студентами. И у нас трудные подростки есть, этим занимаемся. Ну, к сожалению, вот с пандемией у нас последние два года мы как-то чуть-чуть сбавили, но я думаю, что когда-то мы перейдем в новый этап после пандемии, и все, функции будем все выполнять. А, в общем-то, сплоченные, и, по-моему, коллеги, которые являются членом этой организации, они очень довольны. Мы, в общем-то, сейчас современные средства связи переписываемся, объединяемся, и встречаем, и достойно встречаем. И всегда даем совет нашим молодым сотрудникам. В общем-то, хорошее начинание, которым, в общем, я руковожу. Ну, и отметим, да, то, что прежде чем перейти к другому, в следующем вопросе отметим, что это совет ветеранов именно ГИБДД. Да, совет ветеранов ГИБДД. Ну, вообще, в последние годы, да, в сфере безопасности дорожного движения, вот, наблюдается улучшение в лучшую сторону, да, много таких улучшений. И какие позитивные моменты, вот, вы могли бы отметить сегодня? Ну, я хотел бы отметить, прежде всего, о самом автомобиле сказать. Нельзя сравнивать автомобиль 70-х, 80-х годов, и на каких автомобилях мы сейчас, какими мы сейчас управляем. Чисто пассивной безопасности и основной безопасности этого транспортного средства. Ну, позитива очень много. Во-первых, структура изменилась. В каждом районном центре у нас есть подразделение госавтоинспекции. Хотя она была, но сейчас она более оснащенная. Молодые сотрудники грамотные пришли, которые работают. Техническое оснащение. Значит, у нас дороги лучше стали. Это однозначно, я могу сказать. Ну, и организация движения сама. Ну, и фотофиксация во многом, значит, способствовала и снижению аварийности, и, как говорится, и упорядочи, и качество приема экзаменов. В общем, все поменялось. И вся нормативная база, которая была... В общем, трудно это были 90-е годы, когда вот этот переход по законодательству, и по нормативно-правовым актам переход, и по бланкам, и по заполнению, и требованию ко всему. В общем, трудно было. Но все прошло, ушло в прошлое. В общем-то, сейчас я считаю, что коллектив госавтоинспекции республики работает в полном объеме, хорошо работает, качественно работает. Молодые офицеры стараются. И все пришли по желанию трудиться. И, в общем-то, нас было мало, когда мы начинали. Сейчас, не скажу, что много, но это достойное поколение, которое работает сейчас и обеспечивает безопасность дорожного движения в республике. Да и в стране тоже. Много коллег, я знаю, которые в регионах трудились, переписываемся тоже, общаемся. В общем-то, службы процветают. В начале нашего разговора мы говорили о том, что развитие госавтоинспекции напрямую связано с развитием в целом промышленности, автоиндустрии. И вот в конце нашего разговора мы дошли до того, что сейчас новый этап развития, он связан еще и с развитием цифровых технологий, то, что применяется. Конечно, в ногу со временем, как говорится. Ну что ж, и сейчас у вас есть прекрасная возможность обратиться к вашим бывшим коллегам, к вашим нынешним коллегам и, может быть, даже к будущим вашим коллегам. Спасибо. Ну, дорогие друзья, уважаемые ветераны, уважаемые коллеги, я хочу вас поздравить от всей души с праздником, с юбилеем нашей службы. Служба, которая делает большое дело в масштабах страны и в масштабах республики. Обеспечение безопасности дорожного движения – это святая обязанность наша. Хочу пожелать вам здоровья, удачи, успехов службы. Очень вам всем благодарен. Спасибо. Лев Владимирович, мы благодарим вас за то, что нашли время и посетили нашу студию. Еще раз поздравляем вас и ваших коллег, ну и, конечно, желаем успехов в дальнейшей службе. Ну что ж, дорогие телезрители, ну а мы идем дальше. На сегодняшний день служба госавтоинспекции является одной из самых мобильных и технически оснащенных служб органов внутренних дел. На своем вооружении ГИБДД имеет большой автомобильный парк, современную вычислительную технику, мощные компьютерные базы данных, которые позволяют в кратчайшие сроки решать любые оперативные вопросы. Подробнее о службе госавтоинспекции нашей республики смотрите в следующем сюжете. Для контроля за соблюдением законности административно-юридической деятельности ГИБДД была создана группа административной практики. Служба требует умения работать с самыми разными людьми всех возрастов и социальных положений. При этом нужно быть еще и тонким психологом. Сотрудники данного отделения знают все нюансы административного законодательства, умеют его правильно применять в самых сложных ситуациях. Дороги города Якутска и его пригородов оборудованы светофорными объектами и дорожными знаками, за которыми и осуществляют контроль инспекторы дорожного надзора. Основной задачей инспекторов технического надзора является контроль за техническим состоянием транспортных средств. Особое внимание уделяется транспорту, осуществляющему перевозку пассажиров и привозящему опасные грузы. Группа пропаганды успешно сотрудничает с республиканскими средствами массовой информации, блогерами, журналистами. Также проводит профилактические мероприятия дорожно-транспортного происшествия по детскому травматизму, тесно сотрудничает с управлением образования города Якутска. В рамках федерального проекта безопасность дорожного движения подразделения газоавтоинспекции оснащаются новыми патрульными транспортными средствами, приборами и различной оргтехникой. Все это упрощает и мобилизирует работу инспекторов, дает больше времени заниматься профилактикой и объезжать маршруты патрулирования. Инспекторами ДПС отдельного специализма батальона на регулярном основе обеспечиваются безопасные и здоровые движения не только по городу Якутску, но и на федеральных автомобильных дорогах нашей республики, где на постоянной основе оказывают помощь нашим водителям, попавшим в беду в трудных условиях зимой и летом. Также у нас наши инспектора оказывают помощь при пожаре, вытаскивают людей, где тем самым награждались различными медалями, почетными грамотами России, МЧС России, МВД России. Также у нас наши сотрудники на постоянной основе ловят пьяных водителей, то есть своевременно предотвращают ДТП с тяжкими последствиями. Хочу поздравить наших ветеранов ГОИ, сотрудников наших ДПС, которые несут службу в любую погоду. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья, самое главное, хорошего тыла, любви, счастья, и чтобы всегда их сопровождала удача. В завершении нашего выпуска мы еще раз поздравляем всех сотрудников ГОИ и предлагаем вашему вниманию о клипах в их работе. Внимание на экран! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова ГИБДД Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова